Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. На здоровье. Строительство детской больницы вышло на финишную прямую. Сейчас везем отделочную работу. Когда новоселье. Лето, солнце, жара. Городские пляжи подготовили для отдыхающих. Еженедельно мы будем проводить лабораторные исследования. Каким будет начало сезона. Не хлебом единым в Могилевской области снимают запрет на ловлю рыбы. Глеты исчисляются в трекарном размере. Какой вид остается в стопе. А также белорусская избушка, отключение горячей воды. И май расплакался. Чем удивит последний рабочий весенний день. В Беларуси 16 660 человек побороли коронавирус. Проведено 499 249 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Ученые Национальной Академии Наук продолжают искать вакцину от COVID-19. Используется компьютерное моделирование, скрининг. Исследователи ищут соединения, которые обладают противовирусной активностью. Работа, как сообщается, стартовала еще в начале года. Пробуют создать и защитные материалы с особыми биоцидными характеристиками. В будущем из этой ткани можно производить маски и медицинские комбинезоны. Тем временем в столичные родильные дома завезли новые электронные градусники. Они измеряют температуру всего за несколько секунд. Вскоре такие же термометры отправятся в Солигорск, Борисов, Слуцк и Несвиш. Детскую больницу откроют в начале июля. Строители идут с опережением графика. Уже завершены отделочные работы. Готовность объекта 90%. На площадке трудится свыше 160 человек. Остались, как сообщается, последние штрихи. Студенты колледжа имени Ларина расписывают стены. Вскоре внутри здравницы поставят мебель. По периметру здания высадят туи, клены, кусты и цветы. Сейчас везем отделочные работы по зданию поликлиники, устройство вентилированного фасада и благоустройство. Будут установлены здесь малая архитектурная форма. Это игровые комплексы, беседки, зона отдыха. Станцевать босиком на песке до официального старта пляжного сезона остается всего три дня. Зоны летнего отдыха практически готовы спасатели и эпидемиологи на чеку. Мария Бересневич вместе с водолазами обследовала акваторию Березины. Центральный пляж. 10 утра. Водолазы первой спасательной станции обследуют акватории. Дно Березины должно быть чистым и безопасным. До старта купального сезона всего три дня. Максимальная глубина Березины – метр восемьдесят. Водолазы достают самый различный мусор – бутылки, камни, часы, мобильные телефоны. Недавно специалисты подняли на поверхность и старый матрас. Самый большой улов уверяет спасатели у берега. Затонувший мусор аквалангисты оставляют на песке. Отходы утилизируют работники ДЭПа. В течение купального сезона, если вдруг где-то что-то размыло и мешает для купания, то водолазы спускаются и устанят эти недостатки. Для эпидемиологов тоже наступает жаркая пора. Специалисты следят за качеством воды. Нужно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. На первом месте – безопасность отдыхающих. Еженедельно мы будем проводить лабораторные исследования. Будем смотреть состояние, смотреть анализы качества воды, которая идет в реках наших и в озере Шинник. И с этим будем принимать определенные меры какие-то по разрешению дальнейшего купания и использования. Инспекторы с инстанции проверяют раздевалки, контейнерные площадки, душевые кабины и спортивные зоны. Все, куда ступает нога человека в пляжном костюме. На пляже санатория имени Ленина вот мы видим душевую, которая в работоспособном состоянии. Подключено водоснабжение для помывки посетителей данного пляжа. Имеются крючки для одежды. Этим летом в зеленом списке песчаные дюны на центральном пляже и в шестом микрорайоне разрешено купаться в озере около спортивно-оздоровительного комплекса Шинник и в районе Здравницы имени Ленина. Сотрудники освода напоминают, заплавание в запрещенном месте – штраф до 80 рублей. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. На следующей неделе в Бобруйске стартует так называемый холодный режим. С 1 июня горячую воду отключат в домах Нашинной, Гагарина, Лыньково и Ульяновской. Первая в списке также многоэтажки по улицам 50 лет в ЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя, Наумова и Горелика. Полное расписание опубликовано на сайте горысполкома. На крючке с 31 мая в Могилевской области запрещают ловить сама рыба пошла на нерест. Хищник откладывает икру позже основной массы речных обитателей. Незаконная добыча влетит в копеечку. Вред исчисляется в тройкратном размере. То есть, если так, при незаконной добыче суммы вред будет 4 базовых величины, то в период запрета это будет 12 базовых величин. Если сумма вреда будет достигать свыше 100 базовых величин, то предусмотрена даже уголовная ответственность по 281 статье Уголовного кодекса. В то же время перестает действовать запрет на ловлю остальных видов рыб. Вновь можно заходить в воду с удочкой или спиннингом, использовать сразу несколько снастей, выходить за добычей на лодке. Биометрические паспорта, авиационные новинки, безопасные экзамены, школьные испытания пройдут с учетом рекомендаций Минздрава. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. С 1 января белорусам начнут выдавать электронные паспорта. Производство биометрических документов наладят иностранные специалисты. Они планировали приехать и опробовать программное обеспечение в мае. Визит отложили из-за пандемии. Между тем, начальник департамента по гражданству и миграции МВД заверил, что задержка не повлияет на старт. Некоторые работы ведут дистанционно. Школьные экзамены пройдут с учетом рекомендаций Минздрава. Испытания организуют в больших помещениях. Расставят антисептики для рук, будут обрабатывать из раствора мебель и полы часто проветривать. Дети сядут за парты по одному. Некоторые классы рассадят на два кабинета. Учащиеся, которые заболели коронавирусом или стали контактом первого уровня, останутся дома. Их аттестовали по четвертным оценкам. Военно-воздушные силы Беларуси получили модернизированные ракеты для истребителей. Боеприпасы преобразили на столичном предприятии БСВТ новые технологии. Специалисты отправили уже вторую партию. 30 управляемых изделий для Р-27 доставили на авиабазу в Барановичах. Иностранцам станет проще получить белорусский паспорт. Право почвы либерализировали. Чтобы воспользоваться льготой, человек должен жить в Синёка и пять лет подряд. Закончить вуз или колледж, работать в стране не менее трёх лет или завести семью. Каждый год новыми белорусами становятся около трёх тысяч человек. Коллегия адвокатов начнёт бесплатно консультировать воспитанников детских домов, интернатов и деревень. Специалисты ответят на вопросы по защите конституционных прав. В стоп-листе темы по ведению бизнеса. В одной из бобруйских школ наведался неизвестный под видом предпринимателя строительной отрасли. Мужчина заявил, его закрепили за избирательным участком, который организует на базе этого учреждения. Попросил показать помещение для ремонта. Вместе с тем участки для голосования ещё не образовывались. Администрация усомнилась в действиях и вызвала сотрудников Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Личность мужчины установили. Проводится проверка. Стали очевидцем происшествия? Бьётесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Рушники, скатерти, салфетки. В центре досуга и творчества открылась выставка из бабушкиного сундука. Экспонаты собирали по крупицам. Сотрудники, вокалисты хора «Бобруйские зори» и коллектива «Вольница» перебрали шкафы и антресоли. Собрали около ста уникальных образцов. В основном это постельные принадлежности, полотенца и подузорники. В тканых орнаментах прослеживаются семейные истории. Сейчас такая ситуация, когда учреждения культуры ограничены в формах массовой работы. Но ведь наша задача сохранить имя учреждения культуры и показать, что мы всегда готовы и рады. Одному, двум, трём человекам, чтобы они могли зайти и увидели, что их здесь ждут, чтобы они могли сфотографироваться. Принесли кто что. Чем богаты, тем рады. Много постелок всего мы уже сдали в музей Усычкова. Ну, а это что осталось? Выставку дополнили элементами декора. Поставили прялку и сноп сена в плетёной корзине нитки. На столе соломенная кукла с караваем и самовар. Рядом с примерами национального творчества сувенирные рушники из Украины и России. Майские проводы. Весна, кажется, передаёт бразды правления. Лету днём воздух в городе прогрелся до 22 с плюсом. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц? Ещё неделю назад синоптики обещали, что в конце мая страну накроет жара. Но не накрыла. Столбик термометра с трудом преодолел отметку в плюс 20 и замер в ожидании. Теперь же специалисты утверждают, начало июня будет с пониженным температурным фоном. Весна 2020 оказалась упрямой и никак не хочет отступать. И пока в стране действует предупреждение об опасных метеоусловиях, зонт лучше всегда держать при себе. Ведь неясно, где и когда вас нагонит дождь. Тропические ливни обрушились на юго-запад Китая. Потоки воды размыли местные скоростные автомагистрали и отрезали от цивилизации несколько населённых пунктов. Около тысячи человек эвакуировано. Из-за плохой погоды в Штатах отменили полёт SpaceX. В районе космодрома объявили штормовое предупреждение. Запуск перенесли на субботу. Этот пилотируемый космический полёт впервые проводит коммерческая компания. При успешной доставке астронавтов на МКС в SpaceX займутся миссиями по освоению Луны и Марса. На завтра в стране синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Капризная погода сохранится и в предстоящие выходные. В Бобруйске в пятницу будет облачно с прояснениями, дожди с грозами, ветер северно-порывистый, температура воздуха ночью 11-13, тепло днём 15-17 градусов. Кристина Ильянс, Максим Глеонко, Бобруйск 360. Это всё из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете, в соцсетях мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо!